По-молись. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смыслов. Прибудь с нами в этот воскресный вечер. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. В вере истинной православной. Хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем противосектантские материалы. Возражение сектанта. Евангелие Таана, 7.38. Кто верует в Меня, у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Иоанна 4.14. А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Крещение – это учение истинное и вера настоящая. Сектант давит на то, что никакого погружения не надо для спасения. Вот и приводит место Писания, что это всего лишь учение. И вот такие места приводит. Что же на это должен ответить православный? Евангелие от Марка, 16.16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Снига Деяний, 8.36-39. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь. Евангелие от Марка, 1 глава, 4 по 5 стихи. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Если под крещением разуметь учение или веру, то неужели вся страна иудейская иерусалим учились вере от Иоанна в реке Иордане? Матфея 3, 16. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзли сему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Это о Духе Святом, о благодати Святого Духа. И Евангелие Тана, 4, 14. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, соделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вопросы? То есть, вода названа учением, но в то же время и вода в крещении это река. То есть, два смысла и не нужно путать один с другим и разделять это. Следующее возражение. Евангелие от Луки, сектант. Евангелие от Луки, 12, 50. Крещением должен я креститься, и как я молюсь, пока сие совершится. Под крещением, понимать, нужно страдание. То есть, не погружение троекратное в воду с руками истинного, а просто вот он утверждает, что только страдание. Что же отвечает православный? Да, здесь действительно говорится о страдании Христа, но это не означает, что слово крещение везде имеет такое значение. Евангелие от Иоанна, 3, 23. А Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Евангелие от Марка, 1, 4, 5. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иусомляне, и крестились от него в реке Иордания, исповедуя грехи свои. По-сектантски нужно прочитать было бы так. И выходили к нему вся страна иудейская иусомляне, и страдали от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. То есть такая бракадабра. Узость взгляда на истину. Один стих берут, остальные не видят. Еще одна узость взгляда на истину. Сектант. Можно спасти себе скрещение только одним слушанием и исполнением слова. И вот такие места приводятся. Евангелие от Луки 4.4 Иисус сказал ему в ответ. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Идеяние 10.16 Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Иакова 1.21 Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, Могущее спасти ваши души. Ефесянам 5.26 То есть, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Никакого крещения не нужно, достаточно слушать и исполнять. Вроде доводы весомые такие. Однако, православный отвечает. В послании Павла к Ефесянам говорится, что церковь Христова, то есть все люди, составляющие ее, очищены баней водную, то есть святым крещением. Ефесянам 5.26 И Матфея 28.19 И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Люди живы Словом Божьим, возрождены от Слова Божьего, которое может спасти души наши не само по себе, чтением или слушанием. Оно только рождает в нем веру в учение Господа нашего Иисуса Христа. Для чего? Для спасения еще недостаточно. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2.13 Матфея 7.21 Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Ну и в чем же эта воля Отца Небесного? Давайте разберемся. Только лишь в том, чтобы слушать и исполнять. Закреститься в полное погружение надо или нет? Все ветхозаветное было образом, тенью будущих благ. Ягненок Агнец указывал на Христа. Обрезание на крещение. Жертвенник на крест, ковчег на Божью Матерь. Все дети должны быть обрезаны в восьмой день. В восьми дней от рождения будет обрезан всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, который не от всего семьи. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его. Бытие 17.14 Не обрезанный же истребится душа та из народа сего, ибо он нарушил завет мой. Ребенку мужеского пола было восемь дней. Он вступал в завет с Богом, хотя и ничего не понимал. А иначе он должен был быть истреблен, как не вошедший в общество израильское. В новозаветное время обрезание совершается нерукотворное. Обрезание Христова. Крещение. Послание к Колоссянам 2.11-12. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обречением греховного тела и плоти, обрезанием Христова, бывшие погребены с ним в крещении, и в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Занятия идут, перезвоню. Теперь до крещения допускается и мужской, и женский пол. В крещении происходит омытие грехов. Деяние 2.38. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Вопросы есть? Ну и вот следующий подзаголовок. Святые отцы о крещении. Что же они говорили? Тайны крещения есть дверь Божьей благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасет нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов, становимся сообщниками заслуг Христа, Сына Божия, призванные ко всему закону христианскому, а особенно к благоговейному причащению тела и крови Христа под видом хлеба и вина. Святой Дмитрий Ростовский. Во-первых, это таинство уничтожает все грехи. В младенцах первородные, в возрослых первородные и произвольные. Во-вторых, воссоздает человека и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и безгрешности. Православное истолкование. Если кто и добр по делам, но не получил запечатление водою, не войдет в Царствие Небесное. Святой Кирилл Иерусалимский. Никто не входит в Царствие Небесное иначе, как только через таинство крещения. Святой Амбросий Медиаланский. Вы должны познать, каким путем можно достичь отпущения грехов и получить надежду на среди благ обетованных. Другого пути к этому нет, кроме того, что познав Христа и омывшись крещением вооставления грехов, начать потом жить безгрешно. Иустин Философ. Пришел Господь и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему крещением. Ефрем Сирин. Крещение, принявшее в младенчестве и недостойно прожившее всю жизнь, будут иметь большее осуждение, чем некрещенные, как поругавшие святую одежду Христову. Симеон Новый Богослов. У тебя есть младенец, не давай времени усилиться повреждению. Пусть освящен будет во младенчестве и с малых ногтей причащен к духу. Ты боишься печати крещения по немощи естества, как малодушная и маловерная мать. Но Анна и до рождения обещала Самуила Богу, и по рождению осветила и воспитала, не боясь человеческой немощи в угоду Богу. Григорий Богослов. Великое Таинство Крещения совершается тремя погружениями и тремя призываниями, чтобы и образ смерти отпечатлелся в нас, и просветились души крещаемых через предание им Боговедения. Святой Василий Великий. Вы трижды погружались в воду и снова извлекались из воды всем, прознаменуя и давая разуметь тридневное Господне пребывание во гробе. Петер Кирилл Иерусалимский. О Крещении детей учили Климент Александрийский, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Блаженный Августин и многие другие святые отцы. Дионисий Ариапагит в книге о церковной иерархии о Крещении детей пишет. Божественным нашим наставникам, апостолам, изволисят допускать ко крещению и младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители детей поручали его кому-либо из верующих, который бы хорошо наставил его в предметах божественных и потом заботился о детяти как отец указанный свыше и как страж его вечного спасения. Ну вот, о Крещении закончили. Пожалуйста, у кого есть вопросы, задавайте. Если Игнать Тихонович, желаете слово сказать, пожалуйста. Не желаете, да? Идем дальше тогда. Не будем время тратить. Итак, следующий подзаголовок о священном предании. Давай потом что-то... У кого-то микрофончик. Виталий, у тебя... Давай, попробуй... Сейчас я прочитаю и роль сектанта опять бери на себя. 2 Фессалоникийцам 2.15 Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланиями нашими. Откуда и как мы научаемся истинной вере в Бога? Из двух источников богопознания. Из естественного и сверхъестественного откровения Божия. Под естественным откровением, разумеется, вся видимая, сотворенная Богом природа. Небо, земля, солнце, луна и звезды, моря, реки, леса, животные и растения, весь видимый мир приводит человека к познанию Бога. Псалом 18.2-3 стихи. Небеса проповедуют славу Божию о делах, рукова вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Псалом 49.6 И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Псалом 88.6 И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Но естественного откровения далеко недостаточно для полноты богопознания. Особенно после человеческого грехопадения, повредившего всю духовно-телесную природу людей, исказившего их ум, волю и сердце. Действительным и непогрешимым источником научения, верив в Бога, является сверхъестественное откровение, когда не люди слабыми силами ума своего стараются познать всемогущего и непостижимого Бога, а сам Бог по бесконечной любви к людям открывает им себя и свою волю через испранных им святых мужей, которые объявляли волю Божию устно или письменно. Первый вкусный способ передачи воли Божией называется священным преданием, в отличие от обыкновенных преданий человеческих. Второй способ письменный – священное писание Библии. Оба способа являются божественным откровением, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божи и целовеки, будучи движимым Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих, и первое послание Петра, 1 глава, 10-12 стихи. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, и следуя на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Евреям, 1 глава, 1-2 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отца в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Христос учил людей только устно, а апостолы устно и письменно, но устно несравненно больше. Таким образом, новозаветным святым преданием называется «Устное учение Господа нашего Иисуса Христа и его апостолов», записанное не самими святыми апостолами, а уже их учениками или их преемниками и неповрежденно сохраняемое Церковью наряду со Священным Писанием. Христиане в делах веры и в церковной жизни должны одинаково руководствоваться Священным Писанием и Священным Преданием. «Ибо то и другое есть учение самих апостолов, учеников Христа». Разбор возражений сектантов Виталий, если с нами, читай. Так, давай попробуем. «Предание, сектант, предание не нужно никакого, ибо сам Христос осудил его». Матфей, 15 глава, с 1 по 17. «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим, лицемеры». Хорошо пророчествовал о вас Иссаия, говоря. «Приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедем человеческим. И, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, а скверняет человека, но то, что выходит из уст, а скверняет человека. Тогда ученики его приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что...» Так, чуть-чуть опусти, Сергей, я хочу. «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Пётр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? И еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон?» Марк, 7 глава, 7 по 8 стихи. «Но тщетно чтут меня, уча учением заповедем человеческим, ибо вы оставили заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное». Православный, здесь речь не к апостолам, а к книжникам и фарисеям, и говорится не о предании апостольском, а о предании ветхозаветных старцев, которые учили, например, что омовение рук перед употреблением пищи важнее исполнения всех заповедей. Предания такие мы и не признаем. Галатам 1.1 «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых». Сирахов, 8 глава, 11 по 12 стихи. «Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассудительности и какой в случае надобности дать ответ». Таразакония 32.7 «Вспомни дни древние, по мысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе». Вопросы? Следующий вопрос. Галатам 1 глава, с 8 по 9 стих. «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорил, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, нужно признавать одно писание, ибо предание – это уже иное благовествование». Текстант утверждает. Отвечает православное, здесь ни слова не говорится о святом предании. «Все послание к Галатам написано против иудействующих, то есть таких учителей, которые учили, что если принявшие Христа язычника не обрежутся по обряду Моисееву, то они спасутся». Галатам 5 глава, с 1 по 10 стихи. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Если, а еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Апостол Павел говорит, что если и ангел с неба будет учить обрезанию, да будет отлучен. Это место скорее говорит в пользу священного предания. Как прежде мы сказали. Послание написано в 56 году. Вопросы, если есть? Дальше. Апостол Павел отвергает предание Колосино, 2 глава, 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Православный. Говорится здесь о предании человеческом, о языческой философии в городе Колоссы, где учили, что мир не Богом создан, а произошел сам собой в стихии мира, воды, огня, воздуха, эонами, произошедшими от Бога, ангелами, из которых будто бы один и есть Христос. Против них и предупреждает Апостол Павел. Дальше, да, следующий? Да. Так, сектант. Первое Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. То есть, опять, генет на то, что сверх того, что написано, это предание, и вы тем самым, православные, превозноситесь. Что же отвечает православные? Здесь, то есть, в послании Коринфянам, речь идет не о предании, а о тех партиях и разделениях, которые появились среди Коринфян. Давайте вернемся к первой главе. Что же там апостол Павел им писал? «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо о домашних хлоинах сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. «Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве раздивился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». «Им и пишет апостолов, чтобы они не гордились, не мудрствовали сверх того, что им написано ранее». 1 Коринфянам 3 глава 4-5 стих. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь». Иеремия 9.24. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь». Понятно, какие там у них были разделения, из-за чего сэр Бор и никаких преданий тут не говорится. Они мудрствовали, что меня тот крестил, а меня тот, и пошли из-за этого разделения. И апостол Павел их увещевает, чтобы этого не было. Вопросы? Дальше. Сектанты. Пятое возражение. Апостол Павел запрещает предания, называя их баснями. 1 к Тимофею, 1 глава, 3-4 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере». Тимофею, 1 глава, 13-14 стихи. А, Титу, да, Титу. «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их, не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины». Православный. Под иудейскими баснями апостол Павел разумеет не предание апостолов, а таунудические толкования Моисеева закона и фарисейские обычаи. В Англии от Матфея, 7 глава, 3-4 стихи. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или «Как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» 15 глава, 3-7 стихи. Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца и мать смертью до умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры, хорошо пророчествовало вас Исаия, говоря, 23 глава 16 по 26 стихи, «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освещающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освещающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину смятый анис от тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и верусть, все надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отсаживающие комара и верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Деяние 10.28 Под родословиями, разумеется, учение язычников о происхождении их богов, а также бесконечные родословия иудеев, старавшихся доводить перечень своих дедов, прадедов до Авраама, чем они особенно гордились, сами не делая ничего достойного похвалы. Вопросы? Дальше. Сектант. 1 Тимофея, 6 глава, 3-4 стихи. Кто учит иному и не следует словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, расприз, злоречия, лукавые подозрения. 1 Тимофея, 6 глава, 3 стихи. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стихи. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Видите, слово и послание равно стоит. 1 Коринфянам 11, 2. 2 Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Вот они, сектанты, злобятся против преданий православных. Поступает бесчинно. Таких удаляться надо. После первого и второго разумления Витяка отвращайся, удаляйся. Он сам осужден, сам себе вынес приговор, не принимает истинного толкования. Если было бы одно писание, а предание устно бы не учили, то все толкуют его по-разному. А где истинное толкование? А вот берешь предание и сравниваешь. А если все отвергать, так у самих там есть предание, они же устно учат сектанты. Тут написано чуть выше. Тут удаляться же от всякого брата, поступающего бесчинно. Но речь не идет о том, что, о рассуждении. А поступающего, видимо, о каких-то делах бесчинно. Ну дальше-то выделено. А не по преданию, которое приняли от нас. Как узнать, бесчинно он поступает или не бесчинно? А вот эти вот предания, то есть учение устное, оно и есть эталон. Правильно он поступает или неправильно. Понял. Веритики, а не нам, православные, говорят, вы бесчинно поступаете. Вы толкуете в кривь и в кость. Берете предания какие-то и толкуете сроду не так, как мы понимаем. Понимаешь? То есть они от нас удаляются, а мы от них удаляемся. И кто брат, кто лжебрат, пойди разберись. А вот он. И нам вместо этого писания указывают раз предания, два предания, три предания. А сектанты, они хотят просто убрать все предания православные. У них свои предания тоже. Они же устно-то тоже учат. Они говорят, достаточно одной Библии. Они говорят, не надо нам никакого истинного толкования вашего. Они не говорят, что оно ложное. Они просто говорят, ничего не надо. Мы говорим, что ваше толкование ложное. Они говорят, не надо ничего толковать. Давайте каждый понимать так, как он понимает. У них занятия-то как? Ты как это поняла, Маша? А ты, Петя, как? А ты, Вася, как? Все по-разному поняли. Давай, идем дальше. То есть разномыслия. Богу это угодно? Нет. Он пишет, говорит, мы молимся каждый раз. Слово Божие нам говорит, будьте единомысленны, единодушны. А были у них разномыслия? Были, конечно. И апостол Павел их начинает к общему знаменателю приводить. Кто Павлов? Кто Аполосов? Павел или распялся? Общий знаменатель Христос. Идем дальше. Вопрос, вопрос. А что значит удаляться от брата? А если это начинает, так скажем, ну, епископ или пресвитер начинает вот так вот, не по преданию, а от себя тяну нести так, предание человеческое вставлять. Как это, как удаляться от таинства? Ну, вот как вот поступать? Как поступать, если епископ впал в ерис, допустим, да? Есть на то какие-то каноны? Игнат Тихонович. Ну, сейчас же вот движение непоминающих вот это. Видимо, они же все говорят, мы по канону поступили, отошли. Не знаю. Ну, вот сегодня как раз на эту тему с батюшкой с нашим рассуждали. Вот. Плохо, что запись нет. Ну, апостол, видишь, учит удаляться, удаляться учит. Ну, мы же не можем удалиться так, чтобы, ну, от таинства таки, да, например. Понимаете. Понимаете. Можно добавить. Есть правило, по-моему, такое, пятнадцатое правило двукратное Константинопольского собора. Я не помню точно, но оно говорит, может быть, вы слышали его. Если епископ впал в ерис, то даже прежде соборного осуждения можно удалиться от него. Ну, допустим, патриарх Кирилл впал в ерис, да? Допустим, там вот этот экуминизм, все, он же там… Ну, есть документальное все, что он там ездил, это не просто там с католиками молился, а там с язычниками там, реальными там, ну, есть эти документальные сведения. То есть, и в этом, как бы, покаяния нет, да. Это правило говорит, что можно удалиться от него. То есть, этим самым ты, как бы, не расколешь, а сохранишь, как бы, братью, как бы, сохранишь единство церкви, то есть, не дашь лжи, как бы, воцариться, вот. Да, слышал я такое. А еще хотел добавить по поводу предания, как вот говорят многие протестанты, что у нас есть Дух Святой, Он нас научает, и нам не надо толкования. Вот мы сели, мы трое, пятеро, шестеро, Дух Святой нас научает, и нам, как бы, не надо толкования. Они, как бы, так рассуждают. Но это неверное осуждение, потому что не всегда человеком руководит Дух Святой. Вот. Вот. Поэтому оно, как бы, в принципе, неверно так рассуждать. Вот. Да, конечно, иногда Господь может открыть, но не всегда. Иногда человек, он не всегда ведь руководим. То, что он, допустим, говорит, не всегда же от Духа Святого исходит. Поэтому толкование святых отцов, они более, как бы, так сказать, выводят на верный путь, нежели, как бы, полагаться, что, а если Дух Святой не поруководил, и там, вот, то, получается, будет неверное осуждение пойдет. Вот. Все. Сергей, озвучи еще раз. Вот Игнатих, конечно, присоединился, он отходил. Подсоедините меня. Ну, мы вас слышим, но не видим. Ну, не видите, надо заново перегрузить, потому что у меня что-то с компьютером сделалось, одной синевой, все. Оно не шевелится. А, не работает. Не работает. Ну, это что-то именно у вас. Ну, да. Отключи меня, потом заново попробуй подключить. Слышите нас? Пио. Пио заработало, слава Богу. Виталий Калиников задает вопрос. Я не знаю, слышали вы его или нет. Наверное, раньше отключилось. Что если... Вот так. Вот он задает вопрос как раз по Писанию. 2 Фессалоникийцам 3.6. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Вопрос Виталий говорит, если этот брат священник или епископ, насколько апостол нас учит удаляться от этого брата? Вроде он впал в ересь, какое-то заблуждение. Вот. Ну вот и приводит пример о... Есть такие у нас непоминающие. Такие вот. И как от него удаляться? Он же священник, тогда вообще без епископа останешься. Апостол Павел учит удаляться. Мы понимаем, что в церкви без епископа быть не может. Должен быть епископ. Как в таких случаях поступать? В церкви нужно и церковь сохранить, и епископа этого канона же разрешают удалиться от него. То есть... От чего удаляться? Вы не говорите. Вы говорите о другом совсем. Не епископа удаляться, а своего незнания удаляться. Если епископ впал в ересь какую-то... Ну, какую ересь? Тут о ересь не говорится даже. Здесь говорится о том, что предание он презирает. То есть оно всем известно, принято по преданию, а он его нарушает. Епископ может нарушать предание сегодня? Сколько угодно. Поэтому двукратный собор, пятнадцатое правило об этом говорит. Вот прочитай его. Ну, сейчас Евгений Тропко нам цитировал. Ну... Это правило очень такое... Не самостоятельно решать надо. А так каждый друг от друга будет отделяться. Палец отрубить легче, чем прирастить. И тем более голову. Кто осудил эту ересь? Что в нее входит? Непризнание Сына Божия спасителем, Богом. Которого можно что угодно подогнать. Не по-нашему делает. Я ни разу в жизни этим правилом не пользовался. Потому что лучше претерпеть, чем допустить недопустимое. Вот так. Ну, а были в истории случаи, когда уже терпеть невозможно. Это уже нарушение этих преданий уже очевидное. И от епископа община как-то уходила, удалялась. Есть такие в житиях святых, может быть, в истории или в истории. В житиях святых там было. Они прямо касались, что попадали в ересь. Не просто в обряд какой-то. А так это решать. Вот у нас, мы как говорили, здесь у нас приезжал священник-то. Вообще никого нету. Как Герман Стерлигов. Все католики до одного, еретики. Православные все еретики. Независимо от какая автокефалия. Польская, румынская церковь. Ни одного нету праведного. А про сектантов и говорить нечего там. Ни про армян, ни коптов, ни сирийцев. И что он? Ну, хитрит, мудрит, как говорит, лохов разводит. Это вот куда можно пойти. А из двух зол какое меньше? Надо никакое. Вообще, чтобы его не было. Вот он подошел ему, а ты еретик. А с чего ради? Как ты осудил? Что еретик-то? В чем оно заключается? Палец не так прижал, как у старообрядцев. Палец. Все. Разговаривать уже не будет. Он удаляется. В храм заходить нельзя православный. Хоть зарубежная церковь, хоть какая. Если ты зашел, значит, ты молился с юридиками. Ну, а кто определял, что это еретик? У нас потеряевки такие. Раньше в храм ходили. Просто ходили, не причащались от так. Намертв запретили. А теперь на занятия не ходят. А они ничего не могут сказать. Оно совершенно обкраденное общество. Ну, а какой вариант лучше? Конечно, вариант, когда ты больше за собой смотришь. Это самое полезное. Не знаешь и не знаю. Конкретно надо показать. Игнат Тихонович, у вас особое, у вас вообще особый случай, как говорится. Вот именно ваши две общины в 12-м году вы пояснили представителям Московской Патрии, что у нас общение каноническое, как и было прописано. Вот оно так. Но это только ваши две общины в таком, так сказать, в статусе находятся. И вы даже говорите, что после моей смерти не вздумайте вливаться в Московскую Патриархию. Все будет разрушено. Соответственно, вы говорите, я не пользовался этим правилом. Ну, так вы и не в МП, по сути, это дело. Ну, а все остальные большинство, мы-то все в МП Московской Патриархии находимся. Ну, надо конкретно смотреть. К каждому епископу. Нельзя всех одинаково мерить. Так, как говорят, можно зайти и вообще вместе с шапками голову отрубить. В чем он виноват? Порядок такой. Как вот взять? Согрешил против тебя, брат? Ну, не против меня. Ну, возьми это правило. Выговори ему. Ну, выговорили, а он не принял. Возьми двух-трех. А не принял всей церкви. Даже это правило, если применить здесь, то и то торопиться не надо. А влияет ли то, что он там пальцы не так прижал или две буквы на одну перевел Иисус? Хотя не Иисус, не две, не одна, а полторы. Ешу и кратко впереди. И посмотреть, какой лучше. Вот Василий Великий, он так подходит. Муж изменил жене. Она имеет право развестися. Она прямо захватила его. Но он говорит, мы не имеем обыча советовать разводиться. Лучше перетерпеть. Я знаю несколько семей, которые это все перенесли. И теперь живут нормально. Она выдержала эпитемию какую надо. Он ее принял. Ну, мусульманин он обоих убил и все. Я такого встречал. Он застал жену, он сразу обоих убил. А теперь срок мотает. Я его видел там в тюрьме. А эти претерпели все. И живут дальше еще. Дети нарожались новые. Главный огонь прогорел. Вспомнив Феодору Цареградскую в житии Василия Нового. Он ей говорит, ну мы в сарае там с тобой будем. А в темноте Бог не увидит. И она такая простушка была, поверила ему. А когда согрешилась, свет засиял. Ну а дальше вот эти мытарства. Значит в любом вопросе надо. Вот у нас был Максим, я лишний раз к нему не появлялся. А с этим, где бы не встретились митрополиты, улыбки, объятия, поцелуи. Ну еще раз сказать. Мы патриарха не поминаем. Почему? Мы и так дома молимся. Не надо. У нас хорошее отношение с патриархией. Мы никогда... У нас не было, что именно на патриархию. Но был священник, не проповедовал. Мы законным путем ему говорили. Он не принимал, не проповедовал. Мы поехали к архиерею, ему сказали. Он, видимо, архиерей сказал ему. А у нас знакомые священники там в алтаре. А он священник так положок отодвинет с центральных ворот и заглядывает. Опять эти златоустовцы пришли. Нам прозвище было златоустовцы. Я златоуста распространял-то. Придется проповедовать, а то опять на меня наклепают архиерею. Это нам священники рассказывают, которые в алтаре. Мы шли щадящим способом. На тропу войны не выходили никогда. Никогда. Я знаю, насколько это трудно вернуть назад. Они проповедуют, я ему говорю. Усиливаем молитву, подаем милостыню. Стараемся где-то ему помочь. Глядишь, он начинает слушать. А нет, видишь, он помер внезапно. А на его место прислали хорошего. У меня знакомая здесь есть. Ну, они написали. И хотели четверо ребятишек, молодые, приехать в Потеряевку. Ну, все договорились, только ехать. А почему уезжать? И священник пьяный у них там и то другое. Моя вина-то. Я давай молиться. Они ехать, а я давай молиться. Им внезапно из города прям сразу же прислали другого священника. Я приписываю, все-таки принял в этом участие. А раз приехал священник, все изменилось, им ехать незачем. У них опять все наладилось. Молись, да знай, за что молишься. Я просто так говорю, на тропу войны вышел, а дальше что будет? Выдержишь? Нет. Сумеешь доказать? Я очень осторожен. Игнар Тихонович, тут такое дело, что простого смертного, ну вот меня, я пытался с епископом пообщаться, поговорить там по вопросу моему семейному, но там есть референты или как они, ну приближенные к нему священники. Они просто не пустили к нему. Они говорят, что ты хочешь сказать? Скажи мне. Я говорю, ну хорошо, я вам скажу. Я ему все сказал. Он говорит, вот тебе ответ такой. Раз, он дал ответ. Так мне надо с епископом. Он говорит, нет, епископ тебе тоже самое ответит. Так что удовольствуйся тем, что я тебе ответил, и нечего там. Ну, короче, он там где-нибудь на Нептуне живет, к нему не доберешься к этому. На казе не подъедешь. Виталий, ты про Моисея слышал? Про пророка Моисея слышал? Ну что вы скажите, что? Ну ты отвечай, да или нет. Ну что ты так это, что? Я тебе не подвох не делал. Ну я про Моисея знаю, что есть пророк Моисея. Ты умей коротко отвечать, не гневайся. Ты скажи, у него тесть был? Тесть? Был? Тесть? Отец жены его был? Ну да. Так теперь, а кто выше? Кто разумнее, Моисей или тесть? Ну я думаю, Моисей. Моисей. И вот однажды я тебе скажу, он пришел, а Моисей сидит на седалище, а народу тьма. В очереди, десять очередей. Он его послушал, послушал, что у одного овечку украли, у третьего там еще сосед обругал, там бабе нос разбил. И он все рассудит, и судит правильно. А потом он ему говорит, ты что делаешь-то? Он говорит, да вот приходит. Ну и дальше что было? Говори. Все правильно. Он облегчил ему, он говорит, вот поставь тысячи начальников, сто начальников, и пускай они разруливают эти дела более-менее такие, ну, периферийные. Тебе этот батюшка и сказал, потому что есть село, а есть поселок, а есть районный центр, а есть городской, а есть центр всего края, а потом есть еще республика Москва. Зачем Москве решать мои простые дела, что у меня два голубенка украл сосед? Это участкового позвали, и все, тебе священник ответил абсолютно правильно. Но когда я беседовал с ним, вот так, священник ответ дает, я говорю, а вы письмо можете передать вот это-то? Я лично чтобы, ну, конечно, можно. И священник меня отпускать не хотел, и мы все это засняли, в Омске беседовали. Передайте ему, что необходимо проповедовать, необходимо все время благовествовать, чтобы не погибнуть. Священник, епископ, похоже, о нас слышал, и он прямо буквально уперся. А я принес книги еще и хотел подарить, а вижу такое отношение, я не подарил, но до конца сказал все. Священник не хотел, чтобы мы уезжали, но у нас путешествие было большое, мы простились по-хорошему и ушли. А до этого там был Феодосий Омский, ты его знаешь. И он, когда уходил на пенсию, он выдрал все, даже выключатели оторвал. Он помер теперь. Игнать Тихонович, вот смотрите, вот тут Дмитрий сидит, он тоже вопрос у него есть, но позже. И он говорит, что в Омской епархии ваши книги, вы знаете, что с ними сделали? Нет, не знаю. Их сожгли. Да как они их сожгли? Ну вот как? Он видел их или что? Здравствуйте, Игнать Тихонович. Говори. Там работал человек один, я его знаю. Вот он как раз, когда-то я ему говорил про вас. Он говорит, да, ну вот про это, да, там приносили, изгазели там вот эти вот книги, значит, это знает. Говорит. А потом, говорит, епископ сказал, и они здесь на сжигание. Ну, то есть он работал там как бы дежурный сторож, типа такого вот там парень. Так, давайте два варианта. Один вариант такой, что они сожгли. На каком основании? Они ничего не рассуждали. Я не знаю про это. Ну, допустим, что они сожгли, но книги-то не мои сожгли, а Божьи. Я их передал во имя Иисуса Христа, который позволил мне их издать. Я за них не отвечаю. Это первое. А второе, обман. Они их присваивают, а говорят, сожгли. Вот у меня изъяли пленок. Две тысячи катушек. Раньше катушки было, 375 метров. Теперь меня освободил Господь. Я начинаю судиться. Одиннадцать лет шел в суд. А мы их сожгли. Показывает какую-то справку. Такой-то завод, такой-то директор, такой-то кочегар сжигал. Я везде навожу туда, еду сам лично. Никто ничего не привозил. Я к следователю. Они понимают, что запутались. Документы где? Документы теряются. А тут у нас был представитель президента, полномочный представитель, Шуба Николай Михайлович. Шуба, фамилия его. Я ему сказал, а у него Богомолоб или Боголюбов был в помощниках. Я говорю, вот так и так. Он говорит, как это так? Пошел туда. Проходит какое-то. Потеряли документы. Что я подавал, искал, нету. Мне надо, чтобы мне заплатили, что они похитили-то. Они не сожгли. Нет. Там такая красота. Но они сожгли, так бумажку написали. Приходит через полчаса. И мне на стол, бац, папку. Вот они, документы все. Видишь, что пришел, все еще не успокоился где-то. Мы найдем мы право-то. Дальше. Вдруг за меня восстает первый секретарь центрального райкома партии. Она работает. Ремнева Надежда Степановна. Прекратить бесчинствовать в отношении Лапкина. Заново все, что пересмотрели. Вы столько законов нарушили. И вдруг начальник юстиции генерал-лейтенант Проценко. Он пишет точно такое же письмо. Пишет. Меня изымали они по городской администрации. Ну, как-то свернули на железнодорожную. Все. И дальше начало раскручиваться. И они мне должны были 11,5 миллиардов рублей. Те недоминированные. Суд 11 лет шел. Отменяли. А президент Верховного Совета СССР все отменил. И сказал все сделать по-новому. И дальше 27 дней. И то же самое уже нельзя было делать. А я бы ругался. Сходил. Да лгут много. Ничего не было уничтожено. И магнитофоны были. Магнитофонов-то немало было. 14. Маяк 205. Каждые 320 рублей. У меня на работе платили в месяц 72 рубля. И все. Бог восстановил. Процесс был выигран. Так и здесь. Ну, он сжег. Ну, что сделаешь? Бывает и сжигают. Вот. Я пришел. Как-то ехали мимо. И доехали вот тут. Город один. Ну, никого нет. Я говорю, книги вы можете показать. Я вам привозил в прошлое раз. Вы просили. Но у меня не было полного комплекта. А сейчас типография отдала. И я хотел дополнить. Она пошла. Книжки три. Я говорю, я не три давал, а 23. Где 20? Она никак. Я говорю, ну что я буду? Смелиться искать? Она потихоньку. Директор домой забрала. Директор домой забрала. Ты только никому не говори, библиотекарю. Другие. Михаил Кальмаев звонит. А это экстремистские книги. Экстремистские. Он говорит, директора позовите. По телефону. А сам все записывает. Но я не знаю где. Это чуть ли не Новокузнецк или где. Где-то вот в этом районе было. Или Осинники. Директор подошла. Он спрашивает. Книги Лапкина у вас есть? Да. Они экстремистские? Да нет. Нет. Их ни в списках экстремистских. Нигде нет. Нету. А библиотекарь сказала. Ну, она молоденькая не знала. Так. Где у вас книги? Ну, в библиотеке. Вы можете мне их показать? Я приеду завтра. Да, знаете, не все тут приходили из епархии и говорили, что эти книги нам очень нужны для семинарии. Ну, а я прихожанка, я батюшке поверил, отдал. А понимаете, тут за кулисами идет такая возня. Я за них не отвечаю. Много библий сожгли. Вот приехали со свалки, а там валяются, лежат нераспечатанные пачки библий. Узнали, где, какая организация. Оказывается, эти привозили целые пароходы вагонами из-за рубежа. Приходили к нам и сказали, сколько работников у нас? Он говорит, 52. Ну, вы возьмете библию каждому? Ну, разницы нет, положи на окно. А теперь на окне мешает, а не на пол. Уборщицы, пролежали год и говорят, уборщицы, я каждый раз задеваю тряпку. Директор спрашивает, кому нужны библии? Никому, так вывезите на свалку. Ну, не библия виновата, автор ее Бог. Это я только то, что сам знаю. Один он тут огневался на меня, ну, такой гневливый где-то. Я ваши книги выбросил, он психованный. Что-то компьютер не работал, он его изрубил вдребезги. И стол, на котором стоял, и стол изрубил. Ну, что спрашивают-то? На дураков закона нету. Может и так. Может быть. Ну, а тот-то, который видел-то, он посмотреть книгу-то открыть мог. Посмотреть, что это? Тот, который кочегар-то. А оказалось, ни кочегара нет в этом заводе, куда я ездил, где сжигали в топках. Никто не бросал. Теперь вначале говорить о похищении. А там подполковник был. Белобородов какой-то. Красно... Такое-то. И он говорит, я вам тогда говорил в прокуратуре. Вы совершаете акт вандализма. Это сокровище. Вот и все. Вот, говорит, теперь пускай расхлебывают. Они достойны этого. Так что у Бога впереди все. Я ничего тут не сделал. Я подарил некупленные. Я подарил-то ни один, ни два, допустим, 700 экземпляров, 700 библиотек мира. Где-то сохранится, где-то сожгут. Бог знает. Я ничего не отрицаю. Только говорю, как надо поступать. Молиться и говорить. А в другом месте директор. Для нас это не где-то Ростов-на-Дону мы были. Вот она директор. Да для нас это праздник. Какие книги она берет. В другую комнату завела и деньги сует. Я говорю, да это мы дарим. Да вы что, такой труд. Ну, по-разному. По-разному относятся. И что я могу сказать. Спаси, я о них молюсь, о книгах. Ну, хотя бы все уничтожили. Слово Божие в сердцах людей. В каждой книге у меня примерно в среднем 3 тысячи ссылок на Библию. Ты посмотри, найди такие книги где-то и скажи, я ваши книги сравнил вот с этими. Я заранее скажу, не найдешь. Их таких нету. Они все написаны в пророческом духе. Не приноравлюсь ни к кому. А там описано 4124 ответа я даю в университетах по радио. И они на магнитофон записаны были, а потом отпечатали. Тут труд громаднейший. Через эти книги сколько людей пришло к Богу. Вот мой ответ. На тропу войны выходят. Игнать Тихонович. Извините. Ну, вот я правильно понимаю. Вот ваша позиция и нам надо занять. Так вот собираться по скайпу или как. И потихоньку приходить причащаться в МП. И все. И там особо не связываться. Потому что бесполезно. Потому что, вот допустим, я встречаюсь с Армянским. Григорий Армянский, апостоличная церковь, священник-то. Я говорю, вы еретики из Халкидонского собора-то. Вы монопезиты. А он говорит, нет, у нас давно этот вопрос пересмотрели. Мы все понимаем как православная церковь. Ну, что я ему должен доказывать теперь? Нет, ты еретик. Да мне зачем это? Я благословился и пошел. Я разговариваю с католиком. Ксенц Анжей. В Томске. То есть, в Томске он может проверить там. А я ему подарил книги. Так он утром мне уезжать. Я подошел. Ну, это вы все сами сделали. А он там сотую долю только увидел. Это такой огромный труд. А у них люди очень образованные. Как правило, несколько высших образований. Я говорю, а у вас благословиться можно? А это все заснято было. Потом я в интернет выставил. Тут он на нашем видео. Он благословляет маленько не так, как у нас. Он положил руки на голову потом. А мы едем дальше в путешествие. Разве мне благословение помешает его? Я благословился. Мне не нравится, что они бритые. Ну, не нравится. Ну, не нравится. И что из этого? Надо быть внимательным. Разрубить очень легко. Обвинить еще проще. Как-то я не ошибаюсь. Серафим Саровский или кто говорил. Камушки сверху кидать очень легко. А наверх забрасывать трудно. Игнатий Тихонович, вопрос у Дмитрия. Вопрос у Дмитрия. Давай. Игнатий Тихонович, еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что я же не крещен в полном погружении. Вот. Ну, и как вот. Моченый, да? Я, получается, да. Моченый. Вот. Получается. И получается это... Судя из прочитанного, получается, мне и грехи, получается, не отпущены. То есть, ну, а тут еще я хотел вот причаститься на Николая Чудотворца. Да. Вообще. Как мне вот получается? Получается, что я вообще... Такие люди, когда приходят, мы им отвечаем. Крещение единое. А это не было крещением. Был обман. Жулики в рясах. По-другому их не назовешь никак. Поэтому готовься. Он начинает. Оглашенный изъедитель должен выходить. Готовься. У нас нынче... Ну, нынче вот, девятнадцатый год. Седьмого июля в озере будет крещение. Чтобы мы познакомились, переписывались. Дадим маршрутку. Приедете. У нас отовсюду люди были. Из Франции, из Санкт-Петербурга, из Германии. Из Бразилии даже были. С Иерусалима. И все. Вопрос решается. Но мы всем советуем поискать там. Там. У нас в Барнауле в Алтае не было священника, который моченых бы крестил никак. И вдруг появился священник. А сейчас, кажется, два. Которые поступают как воины эссенецки Лука. Вообще ни во что ставил вот это. Безобразие какое. На Афоне. В этих моченых они всех крестят. Никакого второго крещения нет. Его первого не было. Ну, это безумствует. Я как-то показал материал у меня. Скажется, 136 свидетельств. Каноны, правила, Библия. А священник, который со мной спорит, он только, а и песком можно? Я говорю, можно. А где ты насчитал? Ну, где-то я слышал. Песком. Я говорю, это было вот там-то. В книге Луг написано. 15-й год издания. 136-я страница. Второй абзац на левой странице. И там написано. Дорогой шли. Молодой еврей с ними. Он покаялся. И вдруг заболел смертно. Они решили его песком сверху во имя Отца Сына Святого Духа. Приехали. Епископу Дионисию сказали. Он говорит. Не выдумывайте. Идите на Иордан и крестите. Почему вы дальше на концовку не говорите-то? Притом все лгут одинаково. Все. Вот если говорят, то пища не приближает и не отдаляет. Я говорю, а где вы? Баптисты? С кафедры? Ну, так написано. Где? В восьмой главе к римлянам. Почитайте. Там написано. Пища нас не приближает. А где вы взяли не отдаляет? Она отдаляет. Адама из рая выгнала. В пустыне пали. Любители поесть. Потом не продать, не купить. Речь о пище идет. Пища отдаляет от Бога. Отдаляет. Ну и все. А то братья, сестры. Нигде в Библии нет братья и сестры. Нигде братья и сестры нет. Вопроса. Вторая часть вопроса. Он говорит, но мне охота причаститься на Николу. Вот как ответить? Да ничего. Ну охота. Да зачем вопрос задают? Ты их о крещении не готовь. Если ты так начинаешь обсудать. А мне охота. А почему тебе не охота на царицы жениться? Ну дальше-то охота. Да это охоты конца не будет. Ну нельзя. Если ты не крещеный. Значит ты ничего не осознал. Ну и причащайся не крещеный. Вопросы отстают. Я разговариваю с хулиганом с каким-то. Я тебе закон Божий читаю. Ты свое хотение дурное. Зачем тебе причащаться, когда ты не готов? Ян Затаус говорит, я тебе считаю закон владычный. А ты мне человеческие измышления. Это не один к одному. Вот и взять ответ. Я вам считаю закон Божий. А я хочу. Да мало что ты хочешь. Ты хочешь на соседской жене жениться. Ну еще из этого. Резать надо. Не надо играть в христианство. Бегите на ресталище. Будьте чисты. Будьте святы, как я свят. Левитам 10.10. Если не крещеный. Это крещение переводится одним словом. Погружение. Спроси немцев. Вот немцы сидят. Я увижу. Переведите как. Тут Евгений Тарапко. Как по-еврейски. Крещение. Чтобы на русский язык перевести. Евгений Тарапко. Из Аркестона нет сегодня. Из Германии. Тауфен у них. Тауфен. Откроется. Погружение. Баптизм по-английски. Что означает? Погружение. Другого нету. Погружение. Тут ничего не было. На капельном полу стоял. Мокрой ладошкой. Провел по волосам. Не годится никуда это. Разговор никчемный. Слышал? Ладно. Спасибо. Спасибо Господи. Я понял. Слава Христу. Я вам отвечаю как должно. Никаких других выходов нет. А я хочу. Но на это я еще не хочу сказать. Вот они появились из Германии. Скажите. Крещение. Как переводится по-немецки? Произнесите. Тауфен. Тауфен. Что означает? Тауфен. Погружение. Ну я правильно ответил. Мы только что с богослужением. Я прям только заскочила. Вот. Поэтому. А вот смотри. У нас один носит майку. А там написано. И берешайся. Дубишульди. Что означает? Я дерьмо. А ты виноват. А ты виноват. Прямо переводится. Я говно. Говно. Говорит. Я просчитал когда у него на майке. Я говорю не поверил. Взял. Позвонил. Тут в институте. Наша девушка там. Женщина. Немецкий язык преподает. А потом сестре в Германию. Они сказали. Ну знаете. Это навоз. Не навоз. Открой. Посмотри. Ну понятно. Если сказать неудобно. Вот такое у нас есть. Я сразу. Как увидела. Я так смеялась вообще. Ну он сразу снял ее. Я говорю. Это тебе. Знамение какое ты есть. Всю жизнь. Женился да пил. Курил да матерился. Ты такой и есть. А все виноваты. А виноват Игнатий Тихонович. Да. Да. Не звонит ничего. А уже. Девятый десяток идет. Четыре года. Так что. Услышал один раз. Сразу себе. Скажи. Все кончено. Безобразничать. Больше не буду. Ищи. Говорит. Такого наставника. Строже которого нет во вселенной. Вот совет святых отцов. А не так. Что я сказал. Ой. Это трудно. Я не буду. Тогда ничего не будешь. Не обманывай сам себя. Все кончено. Игра кончилась. Итак. Бегите. Чтобы получить. Если крещение не так. В великой беде надлежит быть. Василий Великий говорит. В великой беде. Крещения не было. Погружения то не было. Поэтому ты мертвый. Ну все. Сергей Павлович. Наверное все. Сергей Павлович. Ты же любой. Восемь минут еще. Ну ты скажи. Пару слов мне. Мама то твоя. Пошла. Поехала. Она довольна была. Что у нас побывала. Она говорит. Мне батюшку жалко. Говорит. Напали на него. Я говорю. Это тоже понятно. Она жалостливая. Добрая. Мамушка твоя. Скажи. Ты к нам приходи. Тут крещение ты принимала. Она на каждый праздник мне звонит. Вот какие были имена. Валентина. Валентина у нас тысячи. Но отчество то какое. Орефьевна. Понятно. Как будто бы она орехов в нерею выросла. Игнатов Сергей на связи. Можно вопрос? Можно. Сергей Павлович. Вы сказали что сегодня батюшка. Священный Илья Яким. Что то говорил. На тему. Канонов по моему. И что жалко не записано было. Но если не записано. То как предание. Расскажите. О чем речь то шла. Сергей. Да. Егорович. Батюшка сказал. Нигде не говорить. И ничего не выставлять. До определенного времени. Его сейчас нет. Он уехал. Тут священник его пригласил. Там богослужение идет. Там где находится городок. С ракетами дальнего следования. Военный городок. И там их священник к нам приезжал. А теперь у них престольный праздник. Батюшка туда уехал. Вопрос очень серьезный. Долго говорили об этом. И все. Он сказал. Не надо говорить. Но мы договорились. Потому что батюшка дал задний ход. И сказал. Этого больше не будет. И информация к размышлению. Да. Как угодно думать. Но вы понимаете. Все. Ничего такого не было. Ну да. Батюшка произнес три слова лишних. И мы решили их разобрать. Вот и все. И мы очень строго поговорили. Очень строго. У нас сверхуникальное положение. Такой община. Вот в таком положении. Как мы не было. Нет. И никогда не будет. Я думаю так. И это сказывается в отношении к вышестоящим. У патриархии сейчас задача нас любыми путями всосать в себя. Затянуть. Я сказал. Я вам завещание оставляю. Первый пункт. Никогда в патриархию не идти. А сами людей туда посылайте. Посылай нашу общину, на которую зубы точат. Они сразу уничтожат все. Мы благодатность поднимаем патриарха. Приезжает, когда молится архиерей. Нам чего больше надо? А батюшки не будет? Ну не будет. Молиться за него будем. В определенный день мы позовем, приготовимся. Священника из патриархии, чтобы причастил. Но в патриархию мы никогда не пойдем. Никогда. Там смерть дышит со всех сторон. И к нам отношения не улучшатся. Они просто сразу же нас задавят. Вот об этом речь идет. К этой теме лучше не возвращаться. Батюшка просил оставить пока. Отец Игнатий, и информация к размышлению. Я сегодня был, после службы, заходил в церковь, которая называется теперь Единая Украинская Православная Автокефальная Константинопольского Патриархата. Ну и познакомился с иеромонахом, который прибыл сюда с западной Украины, в Волынская область. Так вот он объявил, что теперь отныне, с сегодняшнего дня, наша церковь, украинская православная, является не каноническая. Но говорит, обижать мы ее не будем. Вот такие были слова его. Ну и заявил, что мы будем создавать школы православные для детей, юноши и для взрослых. Мне это понравилось, потому что в нашем храме об этом даже и не помышляют. Но я сказал, что я переходить никуда не буду. И где нахожусь, там и остаюсь. Такие дела. Я понял. А мы молимся о вас. Поэтому поступайте благоразумно. Спаси Христос. Аллилуйя. Вот меня спрашивали раньше, а как вот Денисенко. Ну его же разжаловали. Простой монах стал патриархом. Его анафеме предали. Я не знаю. А как вы считаете благодать? Не знаю. Благодать это, говорит, не колокольчик. Но к нему я на исповедь не пошел бы. А почему? Ну зачем тебе знать, почему, почему? Не расположен. Его эта патриархия выдвигала, и там он учился. Там его рукополагали, и вдруг скинул все. Он думал, его патриархом изберут. Вот почему. Если ты там всем связан, ну и починись дальше-то. Ну и будь на покое. Тебе платят что-то. Зачем тебе смуту? А теперь поехал за оружием в Америку, чтобы русских людей убивать. Ну куда это годится-то? Мы же это считаем в газеты, видим. Я молюсь за всех. А за Денисенко, Филарета не молился никогда. Молитвы вообще нету, закрыто. Я себя проверяю на молитве. У меня нет о нем молитвы. Игнат Стехнович, мир вам. Это Роман Фроликов. А вот вы говорили и видеоролик выпустили по записью моего разговора с Димитрием. И вот я так и не понял, что вы хотели сказать названием этого видеоролика. А ты как, Роман Николаевич, думаешь? У меня выбор был сделать какое-то другое название? Я никому не подотчетен. У меня передо мной лежит Библия. Опыт жизни. Я вас прослушал. И теперь название дал такое. Название. Только я ни к чему не претендую. Название это в моей власти. А вот теперь ты и думай. Спасибо, Христос. Если я просто назвал бы, разговаривая два любящих брата, ты бы даже внимания не обратил. А вот у нас женщина одна пришла, и она написала там что-то свое. А я за фотографии. А я написал. Мать. Это дочь в мать. Ее это так задело. Почему я... Ну и дальше-то. Я ничего не сказал больше. А она под фотографией надпись ее смутила. У меня уже не один раз было. Прежде чем дать название, я спрашиваю, кто со мной рядом. Володя, вот посмотри, какое название дать. Он бывает говорит, только я уже записал. А другой раз посмотрит, говорит, нет, не знаю. У меня сразу несколько названий. Я их в ряд выстраиваю. Еще молюсь. На другой, третий день я только решаюсь, какое поставить. И оба они об одном, но разные. Так что я не, как говорится, не с кондачка, не с бухты-барахты. Я вас не назвал, никак не обозвал. А название ролика я могу дать. Это мое право, потому что он мой ролик. Отец Игнатий, а можно спросить, как-то первый видеоролик был назван с моим участием, как бы в стенном или дверном проломе. А что он означает? Вот на меня столько вопросов сейчас, где названо так. Ну, думай. Запиши его. Еще раз прослушай ролик. И все на описание. Проникни. И ты выйдешь и скажешь. Из тысячи вариантов это единственно верны во всех отношениях. Ты должен думать о том, как враги ваши будут смотреть на этот ролик. Как ваши потомки будут смотреть. Я все это учитываю. И при том ни на что не претендующее название. Вот Сергей Павлович. Он кинолог. Знаете, кинолог это дрессировавших собак. Профессиональный. Ну, я тоже дрессировал собаку. Но я в уголовном розыске. У нас по-другому было. И он называет. Вот у него там общество или как он там называет. И он его назвал. Попробуй там возьми или что-то такое. Попробуй утащи. Я говорю. Ты провоцируешь. Любой будет лезть. Не надо это делать. Не надо. Название должно быть не провоцирующее. А ты назови его охраняй. Ну, и он смиренный человек. Он принял и назвал. Ему не помешало ни разу. Охраняй ты их собаке. Говорю. Охраняет она или она проспит. Вот этого я не... Тебя нигде это ни к чему не обязывает. Охраняй. Он едет везде у него. Охраняй. Все понимают. Это команда собаки, которая понимает. А теперь. А попробуй утащи. Пока надпись вешал, собаку угнали уже. Володя подошел. Дорогой. Давай. У брата Сергея спросить. С Украины, который у нас брат. У Игнатова. Да, Игнатов. У местописания Иезекииль 22.30. Понял. Что 22.30. Иезекииль. Толкование почитать. Да не только толкование. Там само стихи Писания все говорит. Угу. Спасибо Христову. Я очень рад, что за дело. Вот Роман спросил. Теперь вы. Вот вы можете теперь догадаться, что я не просто название даю. А название, которое трогает. Именно к вам относится. К тем, кто будет читать. И чтобы суть всю отобразить. И думать, как враги могут перетолковать это. Не дать им повода. Назвать это не просто так. Вот у нас одна женщина. Ну и она держит всяко много скотины. Одна женщина. Одна. Представь. Две коровы держала. Овечек сколько. Свиньи там. Ну все у нее есть. И она приехала. Когда много куриц у нее. Шесть пород куриц только. Любительница такая. И она потом как-то. Мы разговаривали. Я, говорит. Вот приехала и думал. Какое вы мне прозвище дадите? Какое ей прозвище дам? Я говорю. А ты как считаешь? Да я не знаю. Я говорю. Самая кровожадная женщина. Вот такое тебе прозвище. Вот это да. Кровожадная. Да как-то ой-ой-ой. Я говорю. А почему? Ты сколько гусей держала-то? Тридцать шесть. Ты им голову порубила? Порубила. Теперь бычков выращивала. Всех зарезала? Ну да да как. Ну вот и все. Я говорю. Я твоих гусей сны еще соблазнял. Я к ним подходил. Они такие ласковые. Так хорошо как гусят. Я говорю. Гуси, гуси. Вот летят дикие. Ну скорее сбрасывайте лишний то вес. Поднимайтесь. Да улетайте. Пока вас не покололи. Пока она вам голову не потрубила ваша хозяйка. То она смеется. Маленько юмора допусти. Какое будет у тебя название? Я написал в КГБ. Ну ФСБ сейчас. Какая была у меня кличка в разработке. Ну у них обязательно какое-то там дают. Как говорят погоняло. По своему. Я многих знал священников, архиереев. Благодаря Глебу Якунину. А мне ответ пришел на бумаги на бланке. А у вас не было. Вы в нашей разработке были по имени, фамилии и отчеству. Вот так. То есть, чтобы это, что они дают, как-то отвечало что-то. Мне они ничего не нашли. Такая козявка перед ними. Вот я спрошу, у кого тут фамилия Пупков. Почему она Пупков? Объясни. Я спросил у его мамы сегодня, какая девичья фамилия была. Она там сказала. Я говорю, а тебе какую хотелось бы? Вот эта вот, которая отцовская или материна? А вот у меня я спрашиваю, что означает моя фамилия? Никогда бы не догадался, если бы не моя тетка по отцовской линии. Она сказала, она слышала. Лапкина. В интернете посмотри, это лапка уменьшительная от слова лапа. Ну, маленькая лапка, птичья. Я говорю, никакого отношения не имеет. Когда давали фамилии, мой дед, прапрадед, когда фамилии-то давали, он был писарем. И когда ушел, он знал законы. И к нему обращались по жалобам где-то. И он писал, его поэтому вызывали. И он научился писать ногой. Почерк. Лапка. Его лапкой прозвали. А когда фамилию-то давали, я говорю, да это лапка. Лапкой, то есть ногой, писал заявление и подписывал. Талант. Вот такое дело-то. Ну, все, наверное. Я гляжу, вы вот тут начали рассуждать. Там, я беру ваши, что вы ночами тут наговариваете. Потом выставляю в событиях дня. Я хочу поблагодарить кое-кого. Остальных я просто не забыл. Вот это вот Сергей Евтушенко. Очень грамотно и дает ответы. Не зазирайте Романа Николаевича Фроликова. У него тоже хорошие ответы, но такие как бы занозистые. Он об одном и том же долбит. Вот усатая Наталья. У нее вопросы такой опыты. Женщина? Ну, у нас вообще, которые приходят там и Финаева, и кого только не было. Ксения там Юрова. Все умницы. Уж с артистоной не говорю. Это как ответит, как печать какую поставит. Вот подобрался такой человек. Он говорит, я вам не лещу. И действительно так. Я почти все беру, что вы говорите. Друг другом не соглашаетесь. И не соглашаетесь не почему-то, а у вас опыт. Евгений Тропко, ну, этот вообще сверх всякого. Он где ответит, у него и данные, и все. Мы должны быть Богу благодарны. И Сергей Игнатов. Ну, кого я вижу тут все. Я благодарю вас. Вот тут меньше, как кажется, где вы участвуете в разговоре. Все у меня. Храни вас Господь. Слава Иисусу. Спаси Христос. Спаси Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Спаси Христос Слава Иисусу Христос Тут кого-то я сегодня не вижу Игнать Тихонич, там Никита спрашивает Где же ролик с благословением Ксенза найти? Я не понял, что он хотел видеть-то? Ролик с благословением Ксенза не может найти, Никита Володя? С благословением католического священника он ролик не может найти А я не знаю, надо найти Но я посоветовался со своими, приехал тут, стоит ли выставлять Ну не знает как это, но раз против нет, я поставил Чтоб соблазна не было Я никого не посылаю, никому не говорю Это мое личное право Я их считаю за церковь С множеством заблуждений Но они остаются церковью Это мое личное понимание Я видел, патриарх благословляется Я ничего не сделал такого Я вот только видел фотографии Я видел, что-то не видел Видео есть там, есть Есть? Есть, конечно Я не на фотографию, а на это просил благословения Наши А какой это год, Игнат Игоревич, примерно? Ну какой год? Это у нас была вторая поездка Ну, наверное, 13-й Примерно так Мы были через Томск, проезжали Дальше шли мы Мы первый раз тогда ехали только до Болгарии И там ошибка была сделана Печать неправильно поставлена И пришлось разворачиваться Пойти по югу А другой раз в Шенгенскую зону потеряли А потом туда Нас каждый раз через Германию Там Валентина Дмитриевна Сортисон принимала Екатерина Нас набжали всем Куда ни приедем, везде одинаковые отношения Мы никого не обольщали И там сидели в одном Карст какой-то, Хорст Порт в Швеции И там можно было компьютер приставить И мы включили А на нас сразу вышли из Англии Баптисты в Великобритании Баптисты, ребятишки И они молятся и просят нам благословения И крестятся рукой Я такого не ожидал Знаете как это, какая поддержка Баптисты Всем было понятно Что мы делаем дело непростое Вот сейчас у меня ролик вышел Как стать миссионером И можно ли научиться на это Вот на днях только был Посмотрите на нашем видеоролике Там о книгах отдельно сняли ролик Люди просили и составили Потому что Ну просят Поэтому ролики мы написали И поставили Иллуя Игнатий Спаси Христос Слава Христу Мы все, наверное, прощаемся С Богом Аминь